Вечерний РБК с Яном Мелкумовым Олег из Нижнего Новгорода Неделю выдержали, можно и ЖКХ поднимать Ну, после выбора имеется в виду ЖКХ, траты на ЖКХ равны тратам на обеды Придется три дня не обедать Так, Арсен пишет Помощь? Да знаем мы путинскую помощь Отсюда дали 10 тысяч, с меня 15 взяли налогов за ибущество Причем этот же налог был в прошлом году в три раза меньше Ждите помощь Так, ну вот про Галину из Москвы я уже говорил Евгений из Москвы, надо сначала поднять уровень жизни А потом играть с ЖКХ и прочими Для нас любое повышение чего-либо Не будет восприниматься адекватно Даже если оно разумно Пока нам на жизнь не хватает Вот так Ветеран труда и войны пишет Ужас, как жить? Пенсии 11 тысяч 200 рублей 40 лет непрерывного стажа за плечами И что это дает? Так, Геннадий Геннадьевич Пишет, Усинск, постоянно слушайте То есть касательно ЖКХ, какие 15%? У нас на севере за стандартную трешку В месяц на коммуналку с электроэнергией И вывозом мусора Уже сегодня улетает порядка 13-14 тысяч Куда выше-то? Скоро с суммой по миру идти придется Или лучше уйти в серую зарплату Надоело это правительство, это партия власти Ну вот Я думаю, что у Геннадия Геннадьевича Тоже будет много единомышленников Мне так кажется Вот человек без подписи Пишет с другой стороны, так сказать Если отбросить все негативные мысли То я бы согласен был переплачивать 15% за тарифы Если бы я знал, что эти переплаты Идут на благое дело На помощь пенсионерам и обездоленным Но все это только в пробирке А по факту я считаю, что у нас тарифы До ЖКХ и так уже завышены Живем в доме 1945 года постройки Платим за капремонт 1200 рублей в месяц В никуда Да у меня с такими ценами подъезд должен быть из мрамора Жирует директор и бухгалтер Так Платите мне зарплату Хуснулина И повышайте ЖКХ хоть на 100% Это Дмитрий из Великого Новгорода Так Вот Александр из Казани О да Тот момент, когда чем хуже, тем лучше Выборы прошли, всем понятно как Теперь давайте локдаун Повышение всех цен Падение рубля до 100 рублей за доллар Как будто в кино живем Чем хуже себя ведет государство Тем интереснее и более желание катарсис Так А вот человек пишет с профессиональной точки зрения Это Валерий из Пятигорского Он пишет Я работаю в сфере ЖКХ В тарифы и так закладывается инвестпрограмма И ремонтная программа Эти тарифы утверждает РЭК РЭК это региональная энергетическая комиссия Для чего их увеличивать? Вопрос риторический Скорее, чтобы через повышение тарифов Пополнить бюджет через дивиденды энергокомпаний Так Вот Михаил из Москвы пишет 5% от бюджета Вы знаете, вот у людей из больших городов По-моему, примерно такая сумма 5-7% от бюджета То есть, в принципе, повышение на 10 или 15% Это не смертельно для этих людей Для какой-то большой, когда сладочная категория наших слушателей Но вот то, что это обидно и противно Это несомненно Согласен с предложением Отдавать всю зарплату И еще сначала подоходный налог Из своего кармана И взносы в несуществующий пенсионный фонд Это пишет Сергей На коммуналку уходит 1 треть зарплаты Оставшихся не хватает на одежду Уже резаем на еду Дальше будет еще сложнее Это Марина из Нижнего Новгорода А какое мое дело, что какой-то частной компании Не хватает денег на ремонт своего хозяйства Так, вот Андрей из Калининграда ЖКХ около 5% от доходов От 6,5 не умрем, конечно, но есть нюанс Вследствие ЖКХ поднимут цены те, которые являются их потребителем Извините, в туалет ходят все В том числе в магазинах, на фабриках и так далее И отопление у них тоже есть Ну и вот все тот же Дмитрий из Орла добавляет А вообще нормально платить за 32 метра 4 тысячи рублей? Ну, вопрос тоже риторический Я, как уже сказал, нам продолжают писать на все эти темы Но, к сожалению, просто не успею В рассубсидии брехня Если в квартире прописан еще кто-то Безработный, молодой, работающий Никаких субсидий, это Арсен Спасибо за информацию, Евгений Попробуем Да, ну вот очень хорошо, что Евгения Такую информацию Слух, так сказать, произнесла Что люди, которые тратят Больше 10% на Оплату ЖКХ Имеют право на субсидию Действительно, стоит попробовать Ну, я бы продолжал бы эту тему и дальше Но у нас есть еще вторая тема На мой взгляд, тоже довольно интересная Хотя, может быть, не такая Напрямую затрагивающая наши кошельки Это германские выборы И на эту, конечно, тему тоже хорошо бы Час потратить Но часа у нас, к сожалению, нет У нас есть буквально 10 минут 11 минут Поэтому очень коротко О том, так сказать, чем они закончились И дальше попытаемся поговорить с нашим экспертом С которым тоже можно было бы разговаривать долго Потому что он человек очень знающий Но, к сожалению, этого у нас не будет Итак Предварительные официальные итоги Подсчета голосов Значит, две партии Социал-демократическая партия И ХДС Вместе с ХС Получили почти одинаковые результаты Они отличаются на 1,5% Социал-демократы получили 25,7% А ХДС, ХСС получил 24,1% Дальше за ними следует Зеленые Слэш-Союз-90 14,8% То есть почти 15% В Бундестаге Также окажутся Свободные демократы Это 11,5% И альтернатива для Германии Альтернатива für Deutschland Правопопулистская Ну, в общем, иногда ее даже фашистской называют Неофашистская Это 10 с небольшим процентом У них снизилось представительство И партия левые прошла в Бундестаг Не как партия А просто по однобандатным округам И явка составила 76,6% То есть, в общем, у нас, если я правильно помню Около 50, здесь 3 четверти Это, прямо скажем, немалая величина Есть несколько вариантов Так сказать, возможных раскладов Того, что может быть в Бундестаге Ну, понятно, что ни одна из партий Не набрала большинства абсолютного Но это для Германии совершенно традиционная картина И такая же традиционная картина Это коалиционное правительство Только вопрос, каким образом Это коалиционное правительство может выглядеть Ну, вот я очень коротко перечислю то, что пишет Блумберг на эту тему Один вариант В порядке убывания вероятности Один вариант Это социал-демократы с зелеными и либерал-демократами Значит, кандидатом Канцлером становится лидер социал-демократов Шольц Он хорошо ладит и с зелеными И является сторонником инвестиций в инфраструктуру Второй вариант Это ХДС, ХСС с зелеными и либерал-демократами То есть, и те, и другие будут искать теперь союзы с зелеными и либерал-демократами Третий, менее вероятный Менее вероятный вариант Это повторение большой коалиции То есть, СДПГ и ХДС, ХСС Это уже было когда-то Маловероятно сейчас Ну и, как вариант, так сказать, теоретический Новотеоретически возможно Это полный паровал переговоров В этом случае должны назначиться новые выборы Но, де-факто, скорее всего, придется найти соглашение В 2017 году роль посредника ССДПГ сыграл президент ФРГР Франк Вальтер Штайнмайер То есть, новые выборы вряд ли состоятся Но практически никто не сомневается, что до Нового года будут идти переговоры И в данном случае в очень сильной ситуации находятся и зеленые, и либерал-демократы Потому что от них зависит результат, так сказать, и для той, и для другой партии Которые набрали максимальное количество голосов И они, конечно, будут торговаться и требовать себе достаточно весомые посты Ну, вот обо всем об этом теперь Хотя у нас осталось всего 8 минут Но мы все-таки успеем поговорить со знающим человеком Это Владислав Борисович Белов Руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Борисович, слышите меня? Да, добрый вечер, прекрасно слышу Добрый вечер, Владислав Борисович, я очень рад вас слышать Тем более, что давно не слышал и еще дольше не видел Ну, что делать У нас, к сожалению, на такой огромный вопрос Я уже сказал, что лучше бы у нас был час на обсуждение или полтора Потому что очень много всего интересного Но у нас, к сожалению, всего 7,5 минут Поэтому будем, так сказать, телеграф языком пытаться объясняться Хотя это всегда очень чревато упрощениями и прочими вещами Вот я попытался сейчас озвучить Я не знаю, вы слышали, может быть Да, да Да, вот то, что Блумберг Вот на ваш взгляд, какие наиболее вероятные? Вам, так сказать, вот такой вот набор вариантов кажется? Я понял Наиболее вероятные Наибольшие вероятные связаны с тем, что впервые две малые партии решают Как будет выглядеть коллекционное правительство? Ни Шольц, ни Лашет, которые сейчас готовятся обратиться к Зеленым или к СМИ с свободными демократами Отнюдь Они будут сейчас между собой договариваться Вот домашняя кошка и собака Они уличные, да? Это серьезно, которые могут в рамках правового пространства договориться Они определяют примерно министерские посты Они определяют, где они могут сойтись, где разойтись в рамках климатически нейтральной экономики У заводных демократов должен быть рынок править Понятно, у зеленых плановая экономика Вот давайте бухаем триллионы евро и у нас все получится И они обратятся с предложением или к Шольцу или к Лашету Которые сегодня влияют на них Проводят пресс-конференции Говорят, что так и всех должно быть Шольц говорит, ХДС, ХСС должны быть в оппозицию уйти Пора, ребята, вам обновиться Мы тоже хотели уйти в 2017 году Его нам не дали, вы к нам обратились Мы спасли с помощью Штайнмайера Правильно, в 2018 году начались переговоры Которые закончились соглашением февральским В марте начало правительство работать Поэтому сегодня уже вбросы, что не Бербак, Анна Лена А уже Роберт Хаббек будет вице-канцлером будущим Более сильный кандидат, даже так Потому что она себя не очень хорошо показала И получила меньше 15% Как, кстати, и Линдер это не добился Он тоже хотел получить больше 12% Владислав Борисович, можно я вас на секунду буквально перебью Потому что я забыл озвучить вопрос для наших слушателей Это важный момент Дорогие наши слушатели Вот на ваш взгляд В какой степени российско-германские отношения Зависит от того, кто будет у власти в Германии Это вообще сильно влияет или нет И в какой степени вас это интересует Пишите, пожалуйста, нам Плюс 7903-797-6333 Повторю еще раз вопрос На ваш взгляд, в какой степени российско-германские отношения Зависит от того, кто именно будет у власти в Германии И в какой степени вас это интересует А теперь я возвращаюсь к Владиславу Борисовичу Пожалуйста, продолжайте Мы говорим о том, что Линдер хочет получить пост министра финансов То есть основные потоки Которые пойдут на кроматическую нейтральную экономику Многие говорят, что Бербак станет зеленым министром иностранных дел Посмотрим И главное, что в принципе сам Лашид Профессиональный сильнее Извините, Лашид слабее Профессионального Олафа Шольца Я именно это хотел сказать И сейчас Лашид находится под критикой своих партийцев Лашид отступать некуда Он готов, наверное, отдать, продать зеленым и салонным министрам Все, потому что если он проваливается Он теряет пост председателя партии Он должен будет уйти с поста премьер-министра То есть все, его вычеркивают из политической жизни Нападают на Зедера Его баварского коллегу тоже минус 7% Для баварцев в Баварии Христианский союз тоже беспрецедентно И вот сегодня на английском На английском вдруг Шольц говорит В ХДС, ХСС вы принадлежите оппозиции Давайте, уходите Поэтому сейчас Бербак вместе с Хаббиком теперь И Линдером должны решить, кого они выбирают Сильного канцлера, это Лашид Который будет править жестко, рукой не менее жесткой, чем госпожа Меркель Или выбрать относительно слабого Я Лашид уважаю, я его знаю, он будет хорошим канцлером Но слабее, слабее Шольц или выбрать такого вот Лашито, у которого, наверное, можно будет что-то вытаркивать побольше Правда, все равно это команда Не Лашид будет определять И вот такой интересный вариант И я услышал вопрос Многое зависит от того, какая будет коалиция Понятно, что зеленые и свободные демократы Они, это крайний спектр ценностного вектора Где они будут продавливать вот эти все Противоположные вещи, по сути Ну, от Украины до Навального То есть, в серединку вы сможете все ставить другие красные линии А и Лашид, и Шольц будут противостоять Как представители народной партии В кавычках народной партии Народная партия отличается тем, что она обращается ко всем слоям населения А вот другие партии, так, избирательно Бизнес, зеленые, там, да, зеленая Повестка дня Ну, понятно, всего 40, кстати Всего было 47 партий, так, чуть-чуть Ух ты Да, я представляю эти длинные-длинные лески С 2005 года электронного голосования в Германии В 2005 году попробовали, обожглись Двое товарищей Избиратель сказали, да, мы не видим наших результатов Вы не можете подтвердить И Верховный Агрицизм суд говорит, ну, вы правы Поэтому никаких компьютеров Поэтому будет жесткое противостояние Продолжение противостояния по ценностному вектору Я вот сегодня придумал слово Ценностное Сосуществование, да, вынуждено существовать У вас свои красные линии У нас свои красные линии А дальше, через запятую, такая вот асимметрия Достаточно много позитива Экономика, наука, образование Молодежный обмен, включая возможность отмены Виз, правда, они только до 25 лет дотягивают Ну, максимум до 28 Мы говорим, а у нас, вообще-то, в Академии до 35 молодежь Но все-таки сейчас молодежь немножко другая Дальше межрегиональное сотрудничество А здесь ни Бербаку, ни Линдеру нечего противопоставить Гражданский диалог должен быть Должен быть Северный поток, ну, попадаются немножко Мой прогноз, что он войдет в то или иное коллекционное соглашение Как прописано у Байдена и Меркель в совместном заявлении 21 июля С сохранением С транзитом И не дай бог, вы что-то там пригрозите пальчиком Мы, как вас, как агрессора, быстренько перекроем вам эту заслонку Потому что этот поток, он экологичный По нему можно поставлять водородно-метановые смеси Это подтверждает техническая сертификация Там до 10% можно подмешивать водород Экологический проект И плюс к этому Европейский зеленый курс признан России Понятно, есть трансограничный углеродный налог Мы против него Через него хотят финансировать эту зеленую сделку Но по лесам, по болотам, по отходам По циркулярной экономике По критически важным сырьевым материалам У нас, как говорится, сплошная зеленая база взаимодействия Поэтому я настроен здесь достаточно конструктивно И даже придумал не так страшен зеленый политический черт Как его молюют Как нам его представляют И тем более большая политика правит Вот МАС, социал-демократ Нынешний министр основных дел Но не было пробы ставить Он был антироссийски настроен Во время первого визита с Меркель в Варшаву Они поехали там просто, не дай бог, было его слушать А в апреле ему товарищи по партии сказали Прочитай коллекционный договор И будешь ли тебе так, как тебя Нам, в общем, твое антироссийское настроение не интересует Ты министр, министр, давай выполняй Я думаю, если Бербак будет, ей так же будет сказано Вот есть коллекционное соглашение Давай, милочка, действуй в этом направлении, как мы это согласовали Понятно Ну что ж, Владислав Борисович, спасибо огромное За такую бездну информации за очень короткое время Я напомню только, это был Владислав Борисович Белов Руководитель Центра германских исследований Института Европы и Российской Академии Наук А нам сейчас нужно уходить на перерыв Вернемся через пару минут Ян Яныч, у нас телемат уже будет, да? Да-да-да Так, ну, все-таки народ нам хоть немного не успел написать Я что-то вылетела прямо Так, сейчас Решайте задачи своего бизнеса Запускайте приложения и сервисы Вместе с облачной платформой AirCloud От компании 3Data Преземливание каналов, тройная импликация данных И устойчивость к пиковым нагрузкам Будьте на шаг впереди AirCloud.ru Вместе в облака Сиенская школа живописи Многогранная, неочевидная Выдирается сочетанием византийских Гротических и ренессансных элементов Пушкинский музей представляет выставку Сиена на заре ренессанса О, вот интересно, кстати Рознаврение Президент 13-15 веков Предшествующие эпохи Возрождения До 10 октября В Пушкинском музее Подробнее о выставке Вы можете узнать на сайте Пушкин-бьюзин.арт Серебряный дождь рекомендуется Фильм близок Паранского кинофестиваля История о семье и взрослении Рассказанная членец Режиссера Кира Каваненко И родился в фильме Любовь Александра Роднянского Рожжимая кулаки Кино с 22 сентября 12 часов Привет, это я, Катя Камолова И сейчас я в Новая Рига Аутлет Виллаж Спорт стал неотъемлемой частью Городского жителя Сейчас уже даже неловко Не заниматься спортом И на пробежке И в спортзале Хочется себе нравится В Новая Рига Аутлет Виллаж Вы можете найти Огромный выбор Спортивные экипировки К тому же Тут скидки Круглый год Например, Худи Рибок За 3900 рублей Вместо 7 Или женские красотки За 5 Вместо 8 Мужские красотки Адидас За 7000 Вместо 10 А легкую женскую спортивную курсу На туху За 11000 Вместо 13 В ней можно заниматься Спортом на улице Даже в холодную погоду Для юных ответов Тут вы найдете Розовую ютку Из пейса За 1700 рублей Пресса тогда писала Что альтернатива Стала любимой Партией на русских Мигрантов Но согласно Одному из Недавних исследований Русские немцы Составляют только Около 5% Электоральной базы Ультраправых Мало того что Русскоязычная диаспора Здесь в Берлине Достаточно велика Она очень разнообразна Она ее очень разнообразна Это самые разные Социальные слои Это самые разные Уровень образования Это самый разный Уровень дохода Ну и традиционно В общем-то Выходцы из бывшего Советского Союза Я уже обобщил По времени Из Российской Федерации В том числе Они как правило Люди тех или иных Крайних предпочтений То есть Коль скоро Вечерний РБК С Яном Милкумовым Еще раз добрый вечер Мы возвращаемся К нашей программе Вечерний РБК У нас через Примерно полминуты Будет Телерадиомост С моими коллегами Из телестудии Телеканала РБК А я еще раз повторю Вопрос на телемост На ваш взгляд В какой степени Российские и германские Отношения Завесят от того Кто будет у власти В Германии И в какой степени Вас это интересует Соответственно Пишите нам На номер Плюс 7903 7976333 Ну или звоните Телефон прямого эфира 730-101 Код Москвы 495 Нам довольно активно Уже пишут Но если кто-то Хочет еще написать Еще может успеть Так Вот кто-то Кто-то нам про это Так Виктор уже нам написал Да Это Это интересно Да И серебряного дождя В программе Вечерний РБК Работает Ян Янович Милкумов Ян Янович Я приветствую вас Аудиторию программы Вечерний РБК Как реагируют Слушатели на результат Выборов в Германии Перспективы дальнейших Отношений с Россией Ну и так далее Да Значит Ну нам написали люди И из России И из Германии Я начну с Германского Так сказать Поста Если можно так выразиться Из германского послания Живу в Германии Повестка России На самом деле Здесь не Не очень активно Обсуждается Не так Как кажется Российским властям Что во всем мире Все постоянно думают О России Так А вот Буквально На вторую часть Моего вопроса В какой степени Вас это интересует Ответил Виктор Из Москвы Вот поверьте Меня как-то Совсем не волнует Что и как там В Германии Просто совсем От слова ни капельки Меркель Шмеркель Гельмут Хельмут И тому подобное Потому что в России Стало жить невозможно Даже не так Невыносимо Ну и дальше Идут соответствующие Соответствующие Описания Российской ситуации Так что уже Надо определяться Кто за кого С уважением Виктор Ну Дмитрий Из Москвы Пишет Я бы очень хотел Чтобы немцы Закрыли Северный поток 2 Тогда бы прекратилось Бессмысленное разворовывание Богат страны Российским режимом А деньги нам Еще понадобятся Для возрождения России Когда придут Те кто действительно Мечтает о прогрессии Сотрудничества С остальным миром Думаю что теперь В правлении Газпробу Увеличится количество Членов Выходцев из Германии Пишет Дмитрий Из Великого Новгорода А вот германские Выборы порадовали Надеюсь Раздутые цены на газ Опустятся Теперь пишет Станислав Из Пятигорска Очень надеюсь Что коалиции Будут с зелеными И без всякого Электронного голосования За один день В Германии Подвели итоги Наши отношения Граждан России С гражданами Германии Будут хорошими А вот товарищи Из Газпрома Напряглись должно быть Это тот же Станислав Из Пятигорска Так Но Еще человек Без подписи Пишет Интересует конечно Тем более что Германия у нас Тут под боком Ну Я бы сказал Не совсем уж Под боком конечно Но тем не менее Галина из Москвы Пишет Не владея информацией В какой степени Политики Германии Страдают болезнью Коррупции Поэтому не могу Определить меру Влияния немецких Политиков На отношения с Россией Как результат Не могу определить Их влияние На нашу жизнь Ну в общем Такие вот разнообразные Я бы сказал Мнения И как-то Гораздо больше Заточенные На российскую Действительность Чем на отношения С Германией Тем более что В первой части Мы обсуждали Проект повышения Цен на жилищно-коммунальные Услуги И это вызвало Гораздо больше И более эмоциональный Я бы сказал Отклик Чем германские выборы Ну а что у вас Да Мы спросили У аналитиков Специально для вашего Слушателя Владимира Может ли новая власть В Германии Повлиять на Проект Северный поток 2 Вот мнение политолога Директора Института Современного Государственного Развития Дмитрия Салотникова Поддержка Поддержка Проекта Северного потока И там продавливание Решений По северному потоку В европейских институтах Может Ослабнуть Сертификация Потока Может Сильно Задержаться В этом отношении Вот такого Энергии Да Там драйва В поддержке Данного проекта Может дальше не быть Все пусть идет Как идет Как идет по европейским законам Так может никуда и не прийти И в этом отношении Действительно Это очень серьезный вызов И вопрос Насколько Старшие партнеры По коалиции КДС ХСС СДПГ Смогут Настаивать На своих Нынешних позициях Ян Яныч Мы благодарим вас Спасибо Программа Вечерний РБК За это включение Программа Выходит на радио Серебряный дождь По будням РБК Программа Что это значит Всегда обсуждается Самое Ну что же Спасибо большое Моим коллегам У нас осталось Уже буквально 30 секунд Ну вот Станислав Спятигорска Решил Так сказать Немножко Пошутить И написал Думаю Товарищи из Газпрома Следили за выборами Без обеда И сна Так Вот выборы прошли Теперь Немцам Коммуналку повысят Беда Это Илья Из Москвы Ну вот В основном У нас Комментарии Примерно Вот такого Иронического Тона Продолжаются Ну что ж На этом Наверное Нужно Заканчивать Нашу программу По крайней мере В этом часе Спасибо всем Кто нас слушал Спасибо всем Кто нам писал Встретимся Не только завтра Но и буквально Еще через 5 минут С Андреем Кураевым Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok